Массаж от 3 до 6 месяцев. Массаж надо проводить не раньше, чем через 40 минут после кормления, при температуре воздуха не ниже плюс 22 градусов. Массаж не должен вызывать или усиливать болевые ощущения у ребенка, нельзя массировать ребенка перед сном. В массаже трехмесячного малыша, помимо поглаживания, появляется новый элемент растирания. Начинаем с массажа рук, кончиками пальцев, легкими движениями поглаживаем ручку по разгибательной поверхности от кисти к плечику до 6 раз. Затем производим растирание по разгибательной поверхности от кисти к плечику до 6 раз. Во время массажа говорите малышу нежные слова, называйте части тела. Пусть ваш контакт будет максимально эффективным и приятным. Вторую ручку массируем таким же образом. Сперва поглаживаем от кисти к плечику до 6 раз. Затем растираем от кисти к плечику до 6 раз. Еще раз обратите внимание, нельзя массировать суставы, подмышечные впадины, паховую область, пупок, соски, внутреннюю поверхность бедра. Обязательно сочетаем массаж с физическими упражнениями. Делаем обхваты, то левая рука сверху, то правая, то левая, то правая. До 6 раз. Малышам обычно очень нравится это упражнение. Теперь движение ручек вверх-вниз по очереди. Не дергаем, а аккуратно фиксируем руки ребенка в этих положениях. Затем двумя ручками одновременно. Вверх-вниз. До 6 раз. Массаж животика. Сначала гладим его по часовой стрелке. До 6 раз. И растираем тоже по часовой стрелке. Не более 3 раз. Нельзя массировать область печени и селезенки. Левое и правое подреберье. С 5 месяцев малыш постепенно начинает готовиться к сидению. Стимулируя косые мышцы живота, легкими поглаживающими движениями, мы помогаем ребенку в этой подготовке. До 6 раз. Переходим к массажу ног. Одной рукой слегка приподнимаем ножку ребенка, а другой рукой производим поглаживающие движения от пяточки кончиком пальцев и обратно. Не более 4 раз. Далее нежно поглаживаем каждый пальчик стопы. По одному 2 раза. А теперь по тылу стопы поглаживаем от кончиков пальчиков до голеностопного сустава. До 6 раз. И далее по наружной поверхности голени и бедра до тазобедренного сустава. До 6 раз. Затем производим растирание по этой же поверхности. Не более 3 раз. Со второй ножкой мы выполняем аналогичные поглаживания. От пяточки кончиком пальцев и обратно. Не более 4 раз. Далее нежно поглаживаем каждый пальчик стопы. По одному 2 раза. И снова по тылу стопы. Поглаживаем от кончиков пальчиков до голеностопного сустава. До 6 раз. И далее по наружной поверхности голени и бедра до тазобедренного сустава. До 6 раз. Затем растирание по этой же поверхности. Не более 3 раз. Напоминаем, что суставы малыша массировать нельзя. Теперь опять выполним упражнение. Сгибаем и разгибаем ножки в тазобедренных и коленных суставах поочередно. До 8 раз. Затем одновременно обе ножки. Раз, два. Раз, два. До 6 раз. Приступаем к ротационным движениям в тазобедренном суставе. Ножки держим в области голеней и согнутых коленных суставов нежно, но крепко. И производим вращательные движения в тазобедренных суставах внутрь. Не более 6 раз. Начинаем легкие поглаживания от середины грудины к подмышечным впадинам. Можно выполнять это подушечками пальцев или большими пальцами рук. До 6 раз. А затем растираем так же от середины грудины к подмышечным впадинам. Не более 4 раз. Напоминаем, нельзя массировать соски и околососковую область. Переворачиваем малыша на животик. Поглаживаем спинку по направлению от ягодиц к шее подушечками пальцев рук или тыльными поверхностями кистей обеих рук. Это можно делать одной рукой. Можно сразу двумя. Стараемся не задевать позвоночник. Не более 6 раз с каждой стороны. После 5 месяцев добавляется еще несколько упражнений. Готовим ребенка к сидению. Пассивное упражнение. Присаживание. Не более 3 раз. Аккуратно через бачок кладем ребенка обратно. Полезное упражнение. Подтанцовывание. Поставьте малыша на стол, поддерживая подмышки. Видите, ноги ребенка выпрямляются в коленных и тазобедренных суставах. Затем сгибаются. До 6 раз. На этом наш массаж окончен. Оденьте ребенка в теплое белье и дайте ему отдохнуть.